Здравствуйте! Мы подводим итоги недели. В студии Максим Линник это самые резонансные и важные события города. Перестрелка на трассе, громкие задержания оборотней в погонах и кадровые ротации в прокуратуре. Интриги в надзорном ведомстве не произошло. Прокуратуру области возглавил заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе. В среду его лично представил коллективу губернатор. Сам прокурор пообещал работать 24 часа в сутки и вывести борьбу с коррупцией на новый уровень. О первых шагах на посту действующего заместителя генпрокурора в сюжете нашего корреспондента Анны Поляковой. С корабля напал. Назначение Сакварелидзе на должность прокурора области губернатор назвал хорошей новостью и лично передал в руки новому руководителю папку с делами по земельной коррупции. Переход Сакварелидзе сюда это не просто ситуация, которая связана с конкретными этими делами. Это надежда на лучшее будущее. Одновременно Давид Сакварелидзе по решению генерального прокурора Украины получил право расследовать коррупционные дела в пределах всей страны. Руководитель надзорного ведомства будет совмещать две должности. Он остается действующим заместителем генпрокурора Украины. Сам Давид Сакварелидзе заявил о полной готовности с головой уйти в работу для эффективной борьбы с нетерпящими отлагательств проблемами. На первом плане коррупция и контрабанда. Большой поток теневых денег и теневой экономики, которая идет в карманы или в заграничные, или в офшорные банки, и не идут на дороги, не идут на госпитали, не идут на социально необеспеченных, не идут на танки и БТР, которые нам сейчас нужны, гранатометы, чтобы защитить государство и так далее. Всеми такими вопросами мы и займемся. Также новый прокурор пообещал разобраться с портовой преступностью, а еще анонсировал увольнение всех заместителей своего предшественника. Новые сотрудники будут набираться на конкурсной основе. Переаттестация светит и Убнон. Его сотрудники погорели на торговле наркотиками и выкупах. Четверо высокопоставленных милиционеров арестованы. Они похищали студентов, а за освобождение получали от родителей внушительные суммы. Коррупционная схема была отработана до мелочей. У них был свой человек в городе, который продавал наркотики. После продажи наркотиков этот человек давал этим сотрудникам информацию. После этого эти сотрудники лишили свободу, держали в машину рядом с зданием Убнон. Пригласили их родителей, говорили, что если не будут они платить деньги в количестве 15 тысяч долларов, их ребята окажутся в тюрьме. Сотрудники Убнон успешно провели четыре таких операции. На одной из них коррупционеров задержали представители управления внутренней безопасности. После этого Лорд Кипанидзе пообещал жесткие оргвыводы. Будем увольнять и потом рассматривать, кто эти сотрудники. И будем заново назначать, если будут там такие сотрудники, которые назначили, достойны служить этому управлению. О всех фактах неправомерных действий или аморального поведения сотрудников милиции, а также вымогательства ими денег, Лорд Кипанидзе призвал одесситов сообщать в управлении или лично ему. Жизнь как на пороховой бочке. В Одесской области уже больше года находятся переселенцы с востока страны. Живут преимущественно в санаториях и базах отдыха. Те, кто в состоянии самостоятельно передвигаться, устраиваются на работу и пытаются выживать. А вот люди с ограниченными физическими возможностями в подвешенном состоянии. Почему, знает Екатерина Чабан. Санатории, где проживают переселенцы, не сегодня-завтра закроются. На носу начало отопительного сезона. Содержать и кормить беженцев в долг учреждения больше не могут. Пока функционирует куяльник. Но и тут перспективы не радужные. Для многих ныне живущих куяльники переселенцев из востока Украины прошлый год оказался действительно страшным. Это и переезд из родных мест практически неизвестно куда. Сейчас же они не жалуются на условия проживания. Говорят только одно – живут практически как на пороховой бочке. По сути, в подвешенном состоянии. Мы не знаем, что с нами будет завтра. За нас уже такие долги здесь колоссальные, что уже администрация уже готова просто выставить нас и все. И что нам делать дальше, мы не знаем. Ну, переселенцы получаются, получаем только. А за то, что за проживание в санаториях, оно давным-давно не выделяет. Все обещают, обещают, а никто не может. Сюда приезжали уже много, кто приезжал, обещали, все выделили. Мы живем в постоянном состоянии стресса. Вот этого выгонят, не выгонят, кормить перестанут, не перестанут, будут кормить за деньги. Как это будет происходить, какие это будут суммы. Ну, в общем, конечно, что ни день, то телеграмма. Выгонять переселенцев с Куяльника пока никто не собирается. Живут тут в основном люди с ограниченными возможностями. Большинство – инвалиды-колясочники. Переселенцы сетуют, чувствуют себя отбросами для государства. Государство, скажу, вообще нас забыло, мне кажется. Им бы лишь бы от нас избавиться и все. Кроме собственных сил, переселенцы рассчитывают и на небезразличных одесситов и волонтеров. Говорят, заботятся они гораздо лучше органов власти. Спасибо, конечно, волонтерам. Волонтеры помогают сюда, привозят всякие продукты питания, медикаментами, одеждой помогают. Спасибо им большое за это, конечно. Многие общественные организации одесские, которые весь этот год нас ведут, нам помогают. И средствами гигиены, и какими-то продуктами. То есть они нас, ну, как курируют. Руководство Куяльника комментировать ситуацию с переселением и содержанием отказалось. Аргумент железный. Говорить о том, что санаторий не резиновый, уже надоело. А за проживание людей государство как не платило, так и не платит. Выкручиваются за счет отдыхающих. А почему без комментариев? А потому что шесть. Приехали. Сколько они будут, не знаю. Ну, а по поводу материальных вопросов, деньги, бюджет? Как всегда, никто не платит, говорят, ждите. Это весь мир об этом. Сейчас в Куяльнике 362 переселенца. Но скоро их будет больше. Ближе к зиме сюда должны переехать беженцы из санатории в Сергеевке. 235 человек из Сен-Этати и 180 из Спиранцы. Екатерина Чабан, Александр Кремлев. Новости G-News. Террористы продолжают нарушать перемирие на Востоке. Стреляют как в мирных жителей, так и в украинских военных. Очередной борт с ранеными бойцами прибыл в Одессу во вторник. На этот раз военно-медицинский клинический центр Южного региона принял из зоны АТО 29 военнослужащих. Шесть из них в тяжелом состоянии. Бойцов доставили авиационным санитарным транспортом. Тем временем волонтеры бьют тревогу. Раненым срочно нужны теплые вещи и медикаменты. Некоторым бойцам не хватает элементарного, нижнего белья и даже носков. Потребность в таких вещах возрастает в госпитале с каждым днем. Подробности у Екатерины Чабан. Военный госпиталь не пустует. Бойцы с ранениями различной степени тяжести попадают сюда практически каждую неделю. Ребята из АТО нуждаются в помощи и не только медиков. Но, увы, человеческие ресурсы понемногу иссякают. Убеждаются в этом прежде всего волонтеры. Сейчас помощь оказывается волнами. Мы понимаем, что ресурсы иссякли, силы иссякли, денег меньше. Приходит борт, мы просим людей, люди откликаются. Очередное пополнение в госпитале было 15 сентября. Из 29 ребят, поступивших из зоны АТО, шестерых привезли в крайне тяжелом состоянии. На сегодня двое солдат уже переведены из реанимации в обычные палаты. По словам Ольги, чувствуют себя хорошо. Правда, для реабилитации не хватает элементарных расходных материалов. Салфеток, пеленок и одежды. А нужны они, как воздух. Всегда нужны подлокотные костыли, костыли, трости регулируемые. Очень много ребят с конечностями нижними, верхними. Нужны инвалидные коляски. Из медикаментов обезболивающих и по рецептам, то, что выписывают врачи и ребята, идущие на выписку. У меня это, как правило, детролекс, остеогенон. Это препарат, который способствует сращиванию костей. Препарат дорогой, ребята его не могут сами себе покупать. Поэтому покупаем мы. Зима уже вовсю дышит в спину, поэтому тянуть дальше некуда. Волонтеры просят у одесситов помощи, потому что ребята в срочном порядке нуждаются в теплых вещах. Обувь, спортивные штаны, футболки, флисовые кофты на молниях, свитера, носки, трусы. Что касается одежды, что касается предметов гигиены, как всегда, независимо от сезона, щетки, пасты, кремы для бритья, после бритья, шампуни, влажные салфетки, бумажные салфетки и пеленки. Обязательно пеленки, потому что это такой расходный материал, который нужен всегда. Оперируют ребят каждый день. Пеленки можно очень. Война всегда оставляет на психике человека свой отпечаток. Как таковой психологической помощи для воинов в Украине фактически нет. Эту ношу частично взвалили на свои плечи волонтеры. Они всячески пытаются разнообразить жизнь пациентам госпиталя различными культурными мероприятиями. Екатерина Чабан, Игорь Максименко, Новости, G-News. Вспомнили на этой неделе и о праве украинских бойцов на землю. Обещанные участки в Одесской области получили всего 13 человек. Чиновники рапортуют, земля есть и зарезервирована она в достаточном количестве. Так что же мешает участникам АТО обзавестись землей? Бумажное волокита или элементарное незнание? В этом вопросе разбиралась Светлана Пензова. 251 заявление на получение земли поступило в госгеокадастер от участников АТО. Это данные на 10 сентября текущего года. Практически все претенденты имеют разрешение на разработку документации. Однако это еще не конечный пункт. Если вы получите разрешение, будьте любезны, обратитесь или в землестудительную организацию, или в районный отдел, который подскажет, как правильно сделать, как правильно разработать документацию в кратчайшие какие-то сроки. 720 гектаров – такой резерв земли для участников АТО в Одесской области. Опасения военнослужащих, что земельные участки им будут выдавать непригодные для сельскохозяйственной деятельности, руководитель главного управления госгеокадастера уверенно развеял. Говорит, выбраны только качественные земли. Неоправданными и преждевременными он назвал и волнение относительно дороговизны оформления земли. Последняя цифра, на которой мы остановились, это где-то приблизительно в районе 800 гривен за разработанную документацию. Но, опять же, стоимость работ, их срок выполнения, срок согласования документации, получения конечного результата, за многом зависит на сегодняшний день от организованности вот этих вот граждан, которые в этом заинтересованы. Сроки рассмотрения дела – не более двух месяцев. Правда, процесс оформления документов может затягиваться. Участник АТО имеет право получить до 12 соток для садоводства и до двух гектаров для ведения сельского хозяйства. Для этого с соответствующим заявлением необходимо обратиться в областное управление Госгия Кадастра на Космонавтов-32. Светлана Пензова, Александр Леуш, Новости, G-News. Льгот без подтверждения статуса не будет. Помимо права на землю, участники АТО могут оформить помощь на оплату коммунальных услуг. Но начисляться она будет только участникам боевых действий. Каких усилий это требует и сколько отнимает времени, узнавала наш корреспондент Анна Полякова. Льготы на услуги ЖКХ будут составлять от 50 до полных 100%. На них могут рассчитывать непосредственно участники, инвалиды и семьи бойцов АТО. Первое, что должны сделать для получения льгот, это зарегистрироваться в едином государственном реестре льготчиков в районном управлении социальной защиты по месту жительства. И для реализации таких льгот, как оплата жилищно-коммунальных услуг, необходимо обратиться ко всем организациям, предоставляющим жилищно-коммунальные услуги, соответствующим заявлениям и соответствующим пакетам документов. В районных центрах социальных служб предоставят психологическую и юридическую консультации. Всего в Одессе на учете 568 участников боевых действий, 10 инвалидов войны и 16 семей погибших воинов в зоне АТО. Информацию о полном пакете необходимых документов для получения льгот и денежных выплат можно получить на сайте городского совета. Анна Полякова, Игорь Максименко, Новости Джиньюс. Вся зарплата на лечение раненых в госпиталь, открытость ко всем депутатским группам вне зависимости от политической принадлежности. Председатель Одесского областного совета Михаил Шмушкович отчитался о работе за год. О достижениях и перспективах руководства облсовета в нашем следующем сюжете. Михаил Шмушкович возглавил областной совет в конце 2014 года. До этого он был первым заместителем главы регионального собрания. За это время 54 тысячи гривен своей зарплаты, как и обещал, отдал на лечение раненых в 411 госпитале. Мобилизованных Одесский областной совет поддержал разовой помощью, причем не только тех, кто находится в зоне АТО. Помог всем призванным защищать отечество. Из успехов практически с мертвой точки сдвинулся вопрос о дорогах области. Первые дороги уже начали ремонтироваться. Это не столь масштабно, как хотелось бы. Кое-что сделано в Волградском районе, кое-что в Измаильском. Но при этом, конечно, у нас целый ряд депутатских групп и фракций занимается контролем. Потому что деньги на дороге выделялись всегда. Что из них произошло, это уже отдельный вопрос. Что я считал достаточно важным и что я отстаивал сам лично, чтобы при всех важностях и дороге Одессы-Рени, стратегического значения Бессарабии, значение которого даже не ставится под сомнение, что мы не должны забывать север Одесской области. Нерешенным остается ничтожно малое количество оформленных субсидий в Одесской области. Всего 3,5% от общего числа населения. Проблема есть, говорит Шмушкович. Будут работать. Есть достаточно системные проблемы, в первую очередь связанные с ОСМД. Поскольку там вопрос действительно не в желании людей. Там как раз есть система организующая, есть человек, который действительно за это болеет. Ну, как правило, в доме, который толкает этот вопрос. Но там есть проблемы с законодательством. Мы по этому поводу отдельно работаем. Светлана Пензова, Анастасия Тютерева, Александр Леуш, Новости, G-News. ЧП в центре Одессы. В жилом доме на Базарной 25 в пятницу днем обрушились два балкона. Возник эффект домино. Сначала с крыши рухнул кусок карниза на балкон четвертого этажа, а затем обломки потянули за собой другие конструкции. Разрушена вывеска офиса мебельного салона. По словам жильцов, это не первое обрушение на их памяти. На месте происшествия побывала наш корреспондент Светлана Пензова. Базарная 25. Около полудня балкон четвертого этажа падает на балкон третьего этажа. И все это летит вниз. К счастью, никто не пострадал. Просто чудом остался живым работник мебельного магазина, расположенного в полуподвале дома. Человек оказался заблокированным в помещении. При обрушении на первом этаже находится офис мебельного салона. Там был заблокирован сотрудник. Завалом было заблокирована дверь. Разобрали завал, освободили оттуда сотрудника. Здание, в котором обрушились балконы – памятник архитектуры. Построенный еще в 1899 году. Жители дома говорят, что с крыши и балкона в камни осыпались уже давно. Люди неоднократно обращались в ЖЭК. Вот эти жести падали сверху с крыши. И кирпичи валились все время на ту соседнюю крышу. Никто ничего не делал. Одни обещания, одни разговоры. Не аварийный, да. Дом хороший, конечно. А если его будут вообще за ним ухаживать, он еще 100 лет просто стоит. Он уже 120. Не, 116 лет стоит. А если будут ухаживать, еще очень долго просто стоит. Потому что, видимо, на совесть строился. Оставшиеся балконы дома также на грани обрушения. Если никто не займется ситуацией, похоже, эти конструкции ждет аналогичная участь. Светлана Пензова, Игорь Максименко, Новости, G-News. Как пройтись по исторической части города и остаться в живых? Падают куски фасада из украинского театра. Очередное обрушение произошло во вторник в первой половине дня. Никто не пострадал, но ситуация накаляется. Это уже второй случай за последние два месяца. С подробностями наш корреспондент Анна Полякова. Разрушительное начало театрального сезона. Многострадальное здание, являющееся памятником архитектуры, продолжает сыпаться буквально на глазах. А областные власти, которые за него отвечают, пока продолжают бездействовать. Сегодня тут лежал очередной кусок фасада. В момент обрушения рядом находились люди. По словам директора театра, они буквально за минуту до этого отошли от места, куда угодил отколовшийся кусок здания. Я сегодня настолько шок получила, потому что если бы это упало на голову какому-нибудь прохожему, мы ограждаем, мы обвязываем ленточками. Нам надо капитально решить вопрос. Просто хотя бы сеткой натянуть. Забор, как вчера упал, так и стоит. Это же можно сказать о здании украинского театра. Вот уже десятый год после некачественного ремонта. Тут череда трещин, обрушений и прочих неисправностей. В зале из-за отсутствия правильной системы вентиляции собирается конденсат. Результат виден невооруженным глазом. А из-за некорректно работающей сливной системы крыш, в особенности после снежных зим, и случаются обвалы фасада. Трубы прочистить невозможно от снега. Но когда они внутри и замерзли, потом начинают таять, их распирает, это должен знать вообще проектант, строитель, а не я, гуманитарий. Их распирает, и вода идет по фасаду. Я уже не говорю о том, что плитка была положена перед фасадом на конной. Я не знаю, что там на пастера. Наверное, то же самое. Без изоляции, без отмыкания. И пошел этот ракушняк намокать. Здание заражено. Полностью это заражение можно победить лишь капитальной реставрацией. Но ее проводить крайне непросто. Здание, памятник архитектуры и для проведения ремонтных работ требуется масса разрешительной документации. Да и затраты будут исчисляться не одним десятков миллионов. Почему во время, когда только ленивый не говорит о патриотизме к родине, источник нашей украинской культуры в таком плачевном состоянии? Это вопрос домашнее задание как для местных, так и для столичных властей. Пока же театр ограничится защитными сетками. Их развесят по всему фасаду. Проблему разрешения это не решит, но исключит возможность падения обломков на голову прохожих. Анна Полякова, Игорь Максименко, Новости Джиньюс. Когда бюджет трещит по швам, спасти украинский театр от обрушения могли бы инвестиции. Однако желающих вкладывать в архитектуру не так уж и много. Три миллиарда долларов. Именно столько инвестиций в Одесскую область за один год хочет привлечь молодая команда новообразованного агентства по вопросам инвестиций развития при Одесской облгосадминистрации. Кто они, руководители данной амбициозной структуры и какие проекты предлагаются для реализации, расскажет Светлана Пензова. Туризм, инфраструктура, сельскохозяйственный сектор, транспортный комплекс, IT-сфера. Это направление работы новосозданного агентства по вопросам инвестиций и развития при облгосадминистрации. На представлении его руководителей молодые люди, на чьи плечи легла нелегкая работа по привлечению инвестиций в область, заметно волнуются. Наша мотивация – это развитие региона путем привлечения инвестиций и развития новых направлений бизнеса. В первую очередь, это морехозяйственный комплекс. Сейчас мы работаем над очень интересными проектами морского сообщения по берегу Черного моря. Проект действительно интересный. Планируется наладить грузопассажирские перевозки из Одессы и Ильичевска-Затоки в города Дуная. Илья Измаил-Вилкова. Такая альтернатива дорожной развязки пока в стадии разработки. От одного до двух миллиардов долларов. Столько потребуется на другой проект. А именно на строительство долгожданной дороги Одесса-Рени. Подсчитали в агентстве. Эта амбиция также пока только разрабатывается. На данный момент мы имеем технико-экономическое обоснование на первый участок. Это Одесса, Видеополь, Белгород-Днестровский и Монаши. Наша задача сейчас в кратчайшие сроки создать рабочую группу под руководством губернатора. С участием всех заинтересованных и ответственных государственных и прочих структур. Которая должна подготовить комплексное видение, каким мы видим действительно эту дорогу. Источники финансирования. То ли это средства международных финансовых организаций, то ли это концессия. Частные вложения приходят, как правило, через 6 месяцев после открытия проекта. Таким образом, трасса начнет строиться не раньше весны следующего года. А пока в агентстве по вопросам инвестиций и развития столкнулись с проблемой нехватки кадров. Новоиспеченные руководители будут работать за минимальную зарплату в 1218 гривен. То ли зарплата не подошла, то ли инвестиций не нашли. Но уже в четверг стало известно, что новый руководитель агентства по инвестициям Одесской облгосадминистрации покинул должность. Владимир Шимаев прекратил исполнять свои обязанности после первого рабочего дня. А до этого в некоторых СМИ появилась информация о том, что Шимаев ранее занимал должность министра инфраструктуры и транспорта оппозиционного правительства. Два дела по злоупотреблению монопольным положением в сфере электроснабжения открыты Одесским отделением АМКУ. Компании, имея мощные трансформаторы, отказывались делиться электроэнергией с теми, кто не смог подключиться напрямую к сетям Облэнерго. О грубых нарушениях и о том, какое наказание светит фактическим монополистам, расскажет Светлана Пензова. Потребители, которые по техническим причинам не могут непосредственно подключаться к сетям Одесса Облэнерго, в первую очередь из-за удаленности участка или здания, вынуждены использовать трансформаторы третьих лиц. Те же зачастую безосновательно отказываются употребителям в заключении договоров, отмечает председатель областного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины. Они ссылаются на отсутствие лицензии. Подчеркиваю, лицензия для данного вида деятельности не нужна. Они ссылаются на то, что это наша трансформаторная подстанция и никого мы пускать туда не будем. Согласно пункту 1.7 правил пользы электрической энергии, основной потребитель, в данном случае это собственник трансформаторной подстанции электрических сетей, не имеет права отказывать субпотребителю в заключении договора о техническом обеспечении электроснабжения. Также собственники трансформаторов нередко без оснований отказывают субпотребителям в предоставлении необходимой мощности. Мы сталкивались с тем, когда основной потребитель заключал в течение многих лет договор и обеспечивал поставку необходимой мощности 50 кВт, а там в определенный период времени отказался и сказал, что больше 5 кВт дать не можем. У нас были основания предполагать, что он хотел определенные дополнительные блага для того, чтобы заключить такой договор, но вмешательство антимонопольного комитета изменило ситуацию. После открытия дела он пришел к нам и сказал о том, что спасибо, уже заключили договор, я отказываюсь от заявления, мои права уже были восстановлены. В случае нарушения прав субпотребителя ему необходимо обратиться с соответствующим заявлением в областное территориальное отделение антимонопольного комитета Украины. Как правило, такие проблемы решаются быстро, но избежать штрафных санкций нарушителям не удается. Эти суммы достигают до 10% оборота за минувший год. Светлана Пензова, Александр Леуш, Новости, G-News. Осень. Самое время реализовать программу, которая даст возможность сэкономить горожанам на коммунальных услугах. Энергосберегающие технологии стали более реальными. В пятницу мэрии подписали меморандум между городским советом и агентством госэнергоэффективности Украины. Подробности в следующем сюжете. Альтернативные виды топлива и правильное использование энергоресурсов, термомодернизация строений, а также инвестиции – это основа меморандума. Отопительный сезон вот-вот начнется, а в Одессе еще множество новостроев с проблемами отопления. И мы все сделаем в городе, наводим порядок, чтобы вот эти недобросовестные строители, или кто отстроил метро, но не выходит, что там будут жить люди, мы подождем порядок. И уже взяли на транзаршки, кто это делает и кто отстроит. Задача – информировать население о городской программе энергоэффективности. По словам экспертов, эту зиму пережить будет нелегко. Газ, уголь и нефтепродукты Украине приходится закупать в других странах. И пока альтернатив этим ресурсам нет. Государство предлагает свою помощь. Отримать какую-то финансовую додатковую возможность, чтобы поставить лечильник, поставить индивидуальный тепловой пункт, купить новое векло, утеплить стену. Сегодня уже выдано 28,5 тысяч кредитов на загальную сумму майже 500 миллионов гривен, где держава отшкодовала уже включно по 5 месяцев загальной суммы 40 миллионов гривен мешканцам. Благодаря энергосберегающим программам только в прошлом году удалось сэкономить около 12% газа. Не забыли о тех, кто получает субсидии. В рамках программы энергоэффективности им возместят 70% расходов. Анна Полякова, Марьяна Славова, Александр Леуш, Новости G-News. Бизнес без коррупции и вымогательства, а правоохранительные органы без оборотней в погонах. Именно так обозначил свои действия на новой должности прокурор Одесской области Давид Сакварелидзе. В рамках Совета экономического развития региона говорили о незаконной приватизации земли и упрощении таможенного контроля. Тему продолжит Екатерина Чебан. Времени на раскачку нового прокурора области нет. Вступив в должность 16 сентября, уже на следующий день Давид Сакварелидзе начал действовать. Первоочередная задача – борьба с коррупцией в кабинетах власти и правоохранительных органах. Обращаюсь ко всем, не вестись, пожалуйста, на вымогательство со стороны чиновников. Я понимаю, что большинство, может быть, привыкло уже, может быть, есть уже какой-то апробированный метод общения с прокурорами или с силовиками. Наш посыл очень четкий. Мы не пришли в Одессу зарабатывать, мы не пришли кого-то давить, мы пришли вам помогать. Это бизнес, это общественность, это обычные люди, которые от этого страдают. Большинство времени, все-таки 60% времени я буду проводить в Одессе. Один, пожалуй, из самых болезненных вопросов как для Одессы, так и для всего региона – дерибан земли. Главы сельсоветов раздают лакомые участки своим родственникам и друзьям, заявляет Мария Гайдар. Подобному понебратству, в том числе и среди прокуроров и судей, пора давать отпор, заявляет советник губернатора. На примере Крыжановки в 2013 году 18 земельных участков было передано сельским советом. По данному факту, в 2013 году уже были открыты уголовные производства. До сих пор следствие не произведено, выновлено и не наказано. Вот послушайте, кто получил землю? Член исполкома сельского совета, депутат сельского совета, сын, член исполкома, сын депутата сельского совета, жена депутата, дочь депутата, жена заместителя. Все какие-то родственные, возможные отношения, они здесь все собраны. Упростить жизнь простым гражданам призван Центр предоставления административных услуг. По словам губернатора, ждать осталось недолго. Вон, вы видите, что выйдут работы. Я специально сюда перенес в состояние, чтобы люди также видели, что мы делаем, что готовится в Одессе, что следующее будет для области и для всех нас. Здесь граждане, большая часть граждан, не все сразу, но большая часть граждан смогут получать паспорта за один день, смогут получать оформление разных транзакций, купли-продажи, имущества, регистрации предприятий и так далее и тому подобное за считанные минуты. Тут все будет прозрачно. То, что коррупции уже наступили на хвост, подтверждает ситуация на одесской таможне. На этой неделе тут перекрыли контрабандный канал перемещения товаров. В афере были замешаны сразу три стороны. Чтобы перевести партию одежду, не декларируя ее на таможне, злоумышленники договорились с работниками таможенного поста. Машину с товаром перевозил грузчик терминала. Задачу ему якобы поставили по телефону. Ну а документов на товар у него, разумеется, не оказалось. Когда эта машина загружалась? Без понятия. Я не загружал эту машину, я сел уже. Какой груз в ней находишь? Не знаю. Документы на машину у кого? Документы в машине были. А на груз документы? Никаких документов у меня не было. За указанное деяние Уголовный кодекс Украины предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет. Ограничить полномочия президента страны. Такую позицию озвучила вице-спикер Верховной Рады Украины Оксана Сыроид на встрече с одесскими журналистами. В некоторых изменениях, предложенных в Конституцию, вице-спикер видит опасности. Какие именно, готова рассказать Светлана Пензова. Децентрализация нужна, но без внесения изменений в Конституцию, считает вице-спикер ВР. Оксана Сыроид открыто критикует предложенное расширение полномочий президента. Она убеждена, контролировать деятельность органов местного самоуправления может только суд или правительство. Но не обернется ли это перетягиванием одеяла и абсолютной бесконтрольностью местного самоуправления, вопрос открыт. Высказалась Сыроид и насчет Минских договоренностей. Говорит, они не вернут Крым. И утверждает, что стоит собраться на новые переговоры. Давайте седать за стиле перемовин от самого начала, причем и с залучением тех стран, которые, скажем, посилили украинскую сторону в таких перемовинах. Это может быть присутствие Польши, это может быть присутствие Соединенных Штатов. Для того, чтобы шукать тот вариант решения, его не может кто-то принести на мисочке, он не может быть подан. Досталось от Сыроид и попередникам. Нынешнему парламенту доверяет только 1% населения Украины. И виноваты в этом предыдущие депутаты Верховной Ради. Кто виден в том, что нет этой поваги? Винники, на жаль, кто были до нас, которые за 10 лет полностью уничтожили парламентаризм. Когда выникла та ситуация, когда решения принимались пятьмальными и поза межами парламенту, а депутаты были исключительно статистами, которые тиснули на кнопки. Когда ничего не обговорилось, когда мандат депутата, он не цинился. То есть, он был переведен исключительно в вымор одиницей грошевых. В конце встречи вице-спикер призвала прийти на местные выборы. Говорит, сейчас они даже важнее парламентских. Светлана Пензова, Игорь Максименко, Новости, G-News. Перестрелка на трассе. Милиционеры застрелили двоих преступников. Произошло это в ходе расследования убийства 27-летнего таксиста. Его труп обнаружили 11 сентября в лесопосадке возле Одесского аэропорта. Установив причастность к совершению преступления жителя Одесской области, который сбежал из Луганского СИЗО, а также двоих его подельников, правоохранители спланировали спецоперацию по задержанию. Однако группа преступников оказала вооруженное сопротивление. Когда убийцы выехали на трассу, правоохранители начали их задержание. Но злоумышленники оказали сопротивление. Применив огнестрельное оружие против работников сотрудников милиции и бросили в их сторону гранату. Отчего сотрудники милиции получили ранение. Ранение получили семеро правоохранителей. Оценив ситуацию, милиционерам пришлось применить огнестрельное оружие. В результате двое злоумышленников погибли, третий был задержан. По имеющейся информации, с места происшествия изъяты пистолеты ПМ и ПСМ, граната, автомат АК-74 и 150 патронов. Отличилась на этой неделе и служба безопасности Украины. СБУ задержало в Одессе диверсантов, которые планировали ряд громких террористических актов и заказных убийств. Возглавлял группу бывший сотрудник российских спецслужб. По заданию кураторов из ГРУ, диверсанты готовились совершить ряд взрывов в местах дислокации правоохранителей. Указания что и как получили в аннексированном Крыму. При обсуждении всех вопросов, которые озвучивали с ним и при встрече в городе Сен-Керополе, было предложено осуществить два варианта. Либо это будет подрыв полицейской или поджог полицейской машины, либо это будет поджог в коктейле Молотова офиса организации правый сектор самообороны Майдана или Автомайдана. По информации СБУ, первым заданием диверсионной группы было физическое устранение лидера Одесского Евромайдана. Заказное убийство планировалось осуществить в сентябре текущего года. Всех шестерых исполнителей задержали как раз накануне совершения преступления. Таблички-указатели на иностранных языках, бюджетные авиарейсы, туристы дальнего зарубежья и проблематика круизных сообщений. Департамент культуры и туризма подвел итоги уже прошедшего сезона. Какие выводы сделаны и на чем собирается сделать акцент в следующем году, расскажет Анна Полякова. Летний сезон удался. По крайней мере, это подтверждают чиновники и статистика. Наш город посетило около двух миллионов туристов, а это в три раза больше, чем в 2014 году. Этот год действительно был достаточно успешным и полагаю, что вся та активная деятельность, которую мы инициировали, проводили и создавали в течение 2014 года, о том, что мы вместе очень активно работаем с нашим бизнесом и с общественными организациями, она привела к очень хорошим результатам, можно сказать, смело. Невнутренним туризмом единым бюджетные авиалинии позволили увеличить количество путешественников из стран дальнего зарубежья. В департаменте возлагают надежды на скорое открытие нового терминала, который также позволит увеличить количество авиамаршрутов. Много гостей было из Белоруссии, из зарубежных стран, гостей из дальнего зарубежья. Это Германия, Израиль, США, Великобритания, Франция и Турция. Обратная сторона. Готова ли Одесса принимать большее количество иностранцев? Оказывается, не совсем. В городе даже нет элементарных табличек-указателей хотя бы на английском языке, которые могли бы помочь с навигацией и маршрутами. Да и сфера обслуживания не всегда дотягивает по уровню. По заверению Татьяны Марковой, к следующему сезону большая часть подобного рода проблем должна решиться. Конечно, и транспортные услуги – это тоже тема, о которой нужно говорить. И развитие транспортных услуг, улучшение транспортных услуг – это проблематика, на которой нужно работать. Конечно же, то, что я уже говорила, серьезные проблемы с круизным туризмом. И это тема, над которой, к сожалению, самостоятельно мы не можем решить по понятным причинам. Зимой и летом одним цветом. Не загадка, а констатация факта. Одесса может быть интересна туристам не только летом и не только морем. Ряд фестивалей, уже прошедших в этом году, тому подтверждение. А в календаре запланированных мероприятий на год значится около 200 различных культурных событий. Анна Полякова, Игорь Максименко, Новости Джиньюс. Танцевать вопреки всему. Переселенцы из востока Украины, которые уже второй год живут в Одессе, доказывают – война – не повод падать духом, а инвалидная коляска – не причина отказаться от мечты. Некоторые из них серьезно нацелены на чемпионство. Какие усилия прикладывают и где будут завоевывать титул, узнавала наш корреспондент Екатерина Чабан. Казалось бы, что трудного в танце? Слушай музыку, попадай в такт и обязательно улыбайся. Но есть категория танцоров, на которых смотришь и понимаешь – они танцуют не телом, они танцуют душой. Наталья и Виталий – супруги. В Куяльнике они с прошлого лета. Оба – инвалиды-колясочники. Но это не помеха заниматься любимым делом – танцами. До событий на востоке Украины пара многократно принимала участие в разных фестивалях и чемпионатах. Когда перебрались в санаторий, опасались, что танцевальной карьере конец. Когда мы приехали сюда, конечно, я была очень разочарована, что танцевальная карьера, думала, закончилась. Ну, как-то так. Тем более, я еще узнала, когда ДК, где мы занимались, попала под обстрел, сгорели наши коляски, на которых мы танцевали. Ну, в общем, было печально все. Но тот, кто не сдается, обязательно победит. Пара обратилась за помощью к директору Украинского театра. Ответ был молниеносным. Сказали, что мы хотим танцевать, может быть, какой-нибудь тренер согласится с нами, продолжит занятие. И вот буквально через несколько дней позвонил наш перешний тренер Павел, сказал, да, я буду с вами заниматься. Поэтому мечта продолжает осуществляться. У нас теперь сейчас есть тренер, есть ДК, есть возможность репетировать. Стараемся. Тренер – заряд энергии, заряд бодрости. Человек, который поднимает нам настроение, скажем так. И постоянно в процессе тренировок забываешь о том, что там нехватка какая-то с деньгами, о том, что нужно лечиться еще там. Ну, тут много проблем. Но на два-три часа приходит тренер, включается музыка, и ты забываешь о всех бедах. Павел Ильюшкин, который согласился тренировать семейную пару, с первых минут знакомства был поражен их волей к жизни. У меня был небольшой шок, потому что, во-первых, ребята развеяли мою иллюзию по поводу того, я всегда всю жизнь всех учил, кто боится танцевать, и говорю, не бойтесь, если вы умеете ходить, значит, вы умеете танцевать. То есть в этом году эта иллюзия моя развеялась. И я четко могу сказать, что даже если вы не можете ходить, но вы можете танцевать. Репетиции уже идут полным ходом. Семейная пара готовится на чемпионат Украины. Состоится он через неделю в Киеве. Результаты просто потрясают. У ребят очень огромное желание у меня туда поехать. Мы готовим пять танцев парных. Это вальс медленный, быстрый вальс, танго, фокстрот и квикстеп. И для Наталии готовим соло, тоже из пяти танцев. Оказалось, что мы единственная вообще пара в Одессе. Еще Одесса никогда не участвовала в подобном. Даже в иноспорте нет зарегистрированных ни одних мастеров спорта по именно танцам на колясках. Поэтому, в принципе, для Одессы открытие. Наталья и Виталий – это наглядный пример того, что не стоит сдаваться, какой бы трудной ни была ситуация. Самое главное – это придерживаться мудрого выражения Соломона, и это пройдет. О материальной помощи танцоры не просят, хотя она не будет лишней, ведь впереди нелегкая дорога в Киев. Екатерина Чабан, Александр Кремлев, новости G-News. К в оперном театре. В конце уходящей недели там открылся фестиваль искусств «Бархатный сезон» в Одесской опере. В зале негде было яблоко упасть. Сотни одесситов и гостей города пришли посмотреть знаменитую «Кармен». Репортаж с открытия фестиваля в сюжете Светланы Пензовой. Одесский оперный театр на 10 дней становится главной площадкой фестиваля искусств. Ценители высокого искусства классической музыки спешат рассесться в зале. Такое событие нельзя пропустить, говорят зрители. Мне кажется, это вечно. То есть это классика, это на все времена, это для всех поколений. То есть это вечно. Поэтому нужно приобщать людей по возможности. Разные поколения, детей и взрослых, и постарше людей. Поэтому это очень хорошо. Масса ярких ощущений. Приятного вечера. Последний раз были во Львовском театре. А теперь вот «Кармен». Фестиваль искусств «Бархатный сезон» в Одесской опере преследует амбициозную цель – стать в одном ряду со всемирно известными оперными фестивалями мира. Мы очень волнуемся. Мы знаем точно, что это будет хорошо, но хотим, чтобы было непревзойденно. Мы ждем вас всех. Пожалуйста, не оставляйте оперный театр без внимания. Потому что мы очень стараемся для вас. Я думаю, что каждый из любителей классического искусства, современного искусства, поскольку наш театр подготовил совершенно разнообразную программу, каждый человек найдет удовлетворение своих вкусов. От хитов мирового кино до барочной музыки, до классической музыки. В общем, мы старались сделать фестиваль совершенно необыкновенным. Я поздравляю всех зрителей, любителей нашего театра и всех наших артистов с праздником. Для всех зрителей мы нашли вот эти краски. И, конечно, хочется очень, чтобы у нас это получилось. Зал наполняется зрителями, похоже, на открытие фестиваля искусств. В оперном будет аншлаг. «Бархатный сезон» открылся, пожалуй, самой знаменитой оперой мира. Кармен, Жоржа Безе. Яркий костюм, сильный голос. Сердцеедку играет солистка национальной оперы Украины Анжелина Швачка. Фестиваль искусств в Одесском оперном продлится до 27 сентября. Каждый фестивальный вечер здесь обещают сделать незабываемым. Светлана Пензова, Александр Кремлев, Новости G-News. Такой была информационная картина уходящей недели. Наши корреспонденты уже готовят новые сюжеты. Обо всем важном и интересном сообщайте на горячую линию редакции 705-79-91. Смотрите наши новости на телеканале G-News и телеканале А1 каждый нечетный час. А итоги грядущей недели ждите в эфире в следующую субботу. Мира вам и отличных выходных!